Чилить на удобной кроватке в хорошем отеле, это конечно прекрасно, но я в Питер не за этим приехал, к сожалению. Так, всё, встаём, чё там, дождичка нету, давай, надо выбрать, чё надеть, а хотя, пофиг чё надеть, давай быстренько натягиваем Puma Palermo с моей модной и погнали на футбол. Булка, прости, сегодня без тебя, давай, пока, скоро вернусь. Собственно, это канал Даня Погнал, привет, как ты понимаешь, сегодня будет рубрика «Моими глазами» и сегодня я покажу то, что вижу сам. Вон, пока вижу колодец отеля, это очень по-питерски, не находишь. Ага, вон наше такси, погнали. Итак, что мы сегодня увидим? С одной стороны мы увидим много, аж два футбола будут, а с другой стороны увидим мало. Что я имею в виду? Про граунд-хоппинг что-нибудь слышал? Это такие путешествия по стадионам и по матчам, когда на сам матч тебе, в принципе, по боку, и главное, это зачканиться на игре и положить себе в виртуальную копилку очередной стадион. В копилку, в смысле в коллекцию, не то, что можно было подумать. Пока едем в такси, давай, да, давай я немного перекушу, а тебе расскажу параллельно о наших планах. Мы идем на матчи сразу двух питерских команд, да, я знаю, что правильно, петербургских, но я не образованный москвич, мне можно. Так вот, первый питерский клуб – это звезда, знаешь что-нибудь о них? Я вот тоже нет, ну что ж, сейчас немного расширим наш с тобой кругозор. Ты только поставь лайк авансом, ну и коммент напиши еще, если не лень, это будет прям вообще круто и поможет каналу развиваться. Все, сделал, спасибо большое, едем дальше. Точнее, уже почти приехали, вон там прям стадион уже видно, а это вот я, снова лайк выпрашиваю. Новая арена называется стадион, и некоторое время на нем нельзя было играть матчи второй лиги, однако весной этого года арена получила такие лицензии, и теперь все ок. Звезда в своей второй лиге Б теперь может играть тут, и на самом деле интересно, что было не так, потому что стадиончик выглядит очень так, даже и неплохо, для второй лиги так точно, вон тут пляжный футбол рядом есть, красота. Из минусов, как-то ну очень уж долго идти до входа, но возможно этот таксист не туда привез, рано я ему пять звезд влепил, похоже. Жесть, какой-то очень неприятный шмон, как будто в Казань или в Питер нулевых вернулся, тут точно небольшой питерский клуб играет? Ну ладно, неважно, фаеропы меня не нашли, и мы уже с тобой на секторе. Немного я опоздал, как ты видишь, но как ты опять же видишь на табло, это не самая плохая новость, особенно если ты симпатизируешь звезде, по какой-то причине. Мне вот вообще очень интересно, как люди начинают болеть за клуб, который появился в 2008 году в городе, где есть Зенит. Ну ладно, не нравится Зенит, в городе есть фанатские организации, например, Спартака, ЦСКА и Торпеда, тоже вполне себе вариант. Короче, если меня смотрят фанаты звезды, расскажите в комментах, как вы начали болеть именно за этот клуб? Может быть вы подумали, что это Белградская звезда филиала открыла? Напишите, короче, мне правда интересно. Если на время отложить хихоньки и хахоньки, немного погрузиться в историю, то что мы там видим? Клуб Звезда был основан в 2008 году, это я уже говорил, а создал его Вадим Еперин. Это такой воспитанник футбольной школы смены, у которого с футболом не особо задалось, зато получилось в бизнес. Его группа компаний Тревис и ВВК занимаются производством, торговлей и оказанием услуг в электротехнической сфере. И вот дела шли и идут у него настолько хорошо, что Вадим смог создать собственный футбольный клуб, и назвал он его как? Правильно, Тревис и ВВК. Неожиданно, на самом деле, правда. Предположу, что поначалу бизнесмен просто не ожидал, что клуб достигнет каких-то успехов, но спустя 6 лет, в 2014 году, его Тревис, не Скотт, Тревис и ВВК, выступил в Кубке России. Тогда же стало понятно, что название пора менять. И вот так 10 лет назад в небе над него и зажглась красно-черная звезда. А пока я тут болтаю, ребята на поле заняты делом, как ты видишь, уже 1-1, очевидно, это я приношу удачу. Из примечательного звезду, точнее звезду, уже второй сезон тренирует Дмитрий Камбаров, да-да, тот самый. А среди защитников у них заявки есть Глеб Камбаров, не знаю, если честно, сын это или совпадение, если знаете, напишите. Оп, оп, уже 2-1, ну, правда, стоило мне только прийти. На самом деле, сейчас звезда это крепкая команда второй лиги, ну, для небольшого частного клуба не так плохо. Красно-черный, самый сильный, эй! О, даже немного фанатов есть и даже что-то заряжают, это круто, а вход на матч звезды бесплатный. Но если прям честно, сама игра мне что-то не сильно зашла, но, как я и говорил в самом начале, сильно вникать я и не собирался, потому что граунд-хоппинг это коллекционирование стадионов. Плюс один у меня есть, погнали на второй. Не, ну, правда, что так много правоохранителей, это же просто маленький локальный футбол. Хех, непонятно, ну ладно, не суть, смотри. На звезде я пробовал минут 25, 17-й минуты и до перерыва, а в 7 минутах на такси от Новой Арены, всего на полчаса позже, чем этот матч, начинал свою игру с Зенит. Ну, как Зенит, Зенит 2. И лично мне это, конечно, куда интереснее. В первую очередь, очень хотелось посмотреть, как синие, бело-голубые поддерживают двойку во времена вот этого вот непонятного фан-айди. Ой, да ладно, смысл интригу держать. Очень много народу ходит, но вот заход опять отвратительный. Это какая-то питерская фишка, что ли, второй раз, и второй раз какая-то жесть. Впрочем, ладно, это не очень круто, но для меня привычно. Игры я зашел на сайт Зенит и обнаружил, что в продаже осталось буквально 10 билетов. Сотку стоит билет всего лишь, кстати. О, круто, даже палатка с сувенирами есть. И, кстати, вполне себе неплохой ассортимент. Даже можно что-нибудь разыграть. Вот значки очень прикольные и стикеры. Ну, что, тогда решено. У нас сегодня будет два конкурса. И сразу давай первый конкурс, разыгрываю стикеры. Что, собственно, надо сделать? Вот QR-код, переходи ко мне в телегу, стикеры разыграю именно там. И там все будет очень просто. Так что, либо сканируй QR-код, либо переходи по ссылке в описании и участвуй. Удачи! Ладно, ближе к делу. Тут на Академии Зенита много полей и несколько стадионов. И идти к нужному нам месту довольно далеко. Но по футбольной базе прогуляться приятно. В зависимости от спроса, двойка играет на разных полях Академии. Сегодня нас ждет небольшая арена с одной трибункой. Даня, погнал! Воу, не ожидал, что в Питере меня смотрят. Вот оно признание. Респект, парни. Ну и погнали. Второй конкурс тогда в честь этого. Чего тянуть? Давай уселись на уют на трибунке, разыгрываем моднейшие значочки. Что надо делать? Да практически ничего. Просто напиши коммент под этим видео со словами «хочу значки». Оп, малой, тебе бы понравился мой конкурс. Вообще, любой комментарий пиши, какой хочешь, но не забудь подписать два слова «хочу значки». Плюс подпишись на мой YouTube-канал и лайкни этот видос. Через пару недель в одном из следующих видео подведем итоги. Так что участвуй и следи за результатами. Удачи! А в конце этого видоса будут результаты конкурса из Нью-Йорка, так что досматривай, вдруг ты выиграл. О, Малком. Так он же в Саудовскую Аравию уехал. Хотя тут на майке столько автографов, почему бы ее не носить? Крут, малой. Опасный свитшот, олдскульный. Из-под тяжка быстренько снял и давай переводим камеру на поле. Да, совсем забыл об игре. Хозяева и тут летят к концу первого тайма. Что ж это такое? Это соперники, к слову, Родина М. Это амбициозная московская команда. Я про них тоже видос снимал. Посмотри потом, если еще не видел. Между тем, вот эта маленькая трибунка забита полностью. Прям абсолютно аншлаг. Свободных мест нет ни одного буквально. И отдельный респект за то, что нет сетки. Многие стадионы вот такого формата грешат сеткой. И смотреть через нее прям очень неудобно. Соседу моему очень не нравится попадать в кадр. Ну, прости, мужик. Зато вот кореш ему его все устраивает. Начался перерыв. И походу у него, как и у меня, это любимая часть футбола. Но все-таки я не понимаю, для чего на таких матчах столько полиции? Кого и от кого они охраняют? А с другой стороны от поля у нас что? Правильно, еще одно поле. Пока был перерыв, я сидел и думал. А вот если бы там тоже сейчас был матч, это посчиталось за двойник? Да-да, вот такие глубокие философские вопросы меня занимают. Ладно, как ты видишь, у нас второй тайм начался. Футбольный клуб «Зенит-2» появился в 2013 году. Тогда их тренировал Радимов, и уже спустя сезон «Двойка» поднялась в ФНЛ. Интересно, что тогдашний тренер основного «Зенита» Мирча Луческу выступил с резкой критикой «Двойки». Причем по неожиданной, казалось бы, причине. Румынскому специалисту не понравилось, что «Зенит-2» выступает в лучшей лиге мира. Он считал, что некоторым футболистам стоило бы активнее тренироваться с «Сосновой», а не играть в первой лиге. Казалось бы, было бы логично, что после таких слов главного дублеры вылетят обратно в ПФЛ, но этого не произошло. Да, «Двойка» болталась внизу таблицы, но покинул ФНЛ только по итогам сезона 18-19, то есть они три сезона играли в лучшей лиге мира. А вот этому парню летит плотнейший респект за флешбеки из нулевых, прям ностальгия. Ну ладно тебе, мужик, ну просто камера, ну что ты так стесняешься? И еще респект вот этим женщинам, они явно ходят на все матчи или на большинство матчей, они знают игроков по именам, знают кричалки, поддерживают их, в общем, прям вовлечены в процесс и болеют. Кайф! Момент за моментом они создают, и очевидно, что скоро они должны сравнять. Ощущение надвигающегося гола прям витало в воздухе, я снимал все подходы хозяев, отвлекся и не снял один момент, а что ты думаешь? Ну именно в этой атаке «Зенит» и забил, конечно же, классический закон подлости. Ладно, не суть, 1-1. Забил Игорь Бухаенко! Номер 60! Второй тайм прошел под диктовку ребят с берегов Невы, они, в принципе, осаждали ворота Родины, создали много моментов, но немного по спойлерю закатить вторую банку сенебелой-голубой так и не смогли. Активные фанаты, как ты видишь, сидели на противоположном от меня конце трибуны, ну пойдем что ли, немного посмотрим на них. Я сильно наглеть, конечно, не буду и лезть к ним с камеры не собираюсь, но так, со стороны давай немножко послушаем. Ой-ой-ой, как некрасиво, ребят. Ну это я так на правах москвича возмущаюсь, в целом у меня никаких вопросов к оскорбительным зарядам, нет, это футбол и хотя бы какая-то минимальная агрессия тут должна присутствовать. Ну что, кажется, это рекорд, ровно в 10 минут уложил рассказ о двух футболах, получилось максимально сжато, но, надеюсь, интересно и информативно. Конструктивная критика в комментах, как всегда, приветствуется. А если зашло, пили лайк и наводи суету в комментах, а я дальше погнал, пока. В смысле нет, еще не пока. Пару недель назад в видео про Нью-Йорк Янкис я разыграл вот такой вот бейсбольный мяч, давай сейчас и узнаем, кто его выиграл. Победитель, я напишу тебе в комментах под видео про Янкис, ну и с победой тебя. Субтитры подогнал «Симон»!